Карантин по бешенству объявляют Сарой практически каждый год. Город находится в природном очаге этого вируса. Чаще всего его переносят лисы. В этот раз все тоже началось с найденного трупа этого животного. Нашли лису, обратились граждане по ТИЗу. Проезд цветочный, дом 41, что обнаружен труп лисы. Мы приехали, забрали, отправили его в лабораторию. Диагноз подтвердился. Бешенство. Поэтому сейчас ТИЗ – это очаг, которым сейчас распространяется инфекция. Мы его сейчас изолируем и наводим на него карантин. У нас угрожаемая зона весь город, поэтому все мероприятия будут проводиться по городу. Бешенство смертельно и для людей, и для животных. После появления первых симптомов летальный исход неизбежен. Первоначальные признаки бешенства у людей – повышение температуры и боль. Необычное и необъяснимое ощущение покалывания, пощипывания или сжения вместе раны. По мере распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. Затем наступает смерть. У животных также есть ряд признаков, по которым можно заподозрить бешенство. На течении, как правило, пролечь глотки. У нее может быть именно тихая форма. Она подходит к вам слишком активно и ластится. Может быть, именно бешеная форма. Она начинает бросаться, поедать инородные предметы. На самом деле, мимо проходящей лису понять сразу, что она бешеная невозможно. Ни в коем случае нельзя диких животных подкармливать, пытаться поймать и погладить. Лисы, ежи, мыши могут заразить собак и кошек на самовыгуле. Домашние животные, в свою очередь, заразят человека. Поэтому важно вовремя сделать вашему питомцу прививку от бешенства. Вот такую антирабическую вакцину рыбикан вкалывают в госветуправление. Вакцина безвредна. Подходит щенкам и котятам от 12 недель. Вакцинация от бешенства в госветуправлении бесплатная. Из-за пандемии нужно предварительно записать своего питомца на прививку. Справки по телефону 49200. Не обязательно в период карантина глистогонить животное перед вакцинацией. Специалисты ведомства также советуют привить животное, если с момента прошлой прививки уже прошло полгода.